Более 60 команд добровольцев действуют сегодня при школах столицы, а это около 3000 ребят. В юбилейный год тимуровцы проводят акцию 75 славных дел ко Дню Победы. Ученики 48-й Чебоксатской школы навестили капитана 2-го ранга в отставке Юрия Бурдина. Здравствуйте! Проходите, пожалуйста. Мечтал о небе, а стал моряком-подводником. За 25 лет он так полюбил глубины Атлантики, что о флотских традициях, о том, как устроена подводка, может рассказывать часами. Рассказ ветерана вызвал живой отклик у гостей. А девушек берут? Нет, их сейчас не готовят. Это точно я знаю, 100%. Его детство выпало на сложные годы Великой Отечественной войны. Именно тогда он сделал решающий выбор. В Китае были, папа у меня железный рогистер был. Там война-то была. В нашем доме, где мы жили, в Красноармейце, капитан был, жил лейтенант и еще два солдата. И вот мы говорили, вот оттуда все, буду офицером, буду военным. Потом учеба, переезд, затем снова учеба. Вот экзамены сдаю. Кстати, по свету многому факту я попал. На шпоре попался. Характер, воля, мужество стали верными спутниками. Дослужился до капитана 2-го ранга. А самое долгое плавание по времени было? Понял. Отвечаю сразу. Автономное плавание не зря существует. 60-80 суток. Люди не выдержат. Но ты же ведь постоянно в напряжении живешь. То ли на реакторе, то ли оружие, там, баллистические ракеты и так далее. Мундиру, что на плечах, более 50 лет. И он отлично сохранился. Правда, звание теперь выше, да и наград прибавилось. Юрий Валентинович не только интересный собеседник, но и сам активно интересуется всем, что происходит в стране и в мире. Расширяет кругозор. Вот это год и шесть месяцев я собирал. Это год и пять. Но это, понимаете, это победа же. Видите? Все, это я сам своими руками. Конструированием он увлекся недавно. Мечтает собрать еще и парусник. А вот портрет известного музыканта он нарисовал еще в 1972 году. В планах получить водительские права. В его-то неполные 81. Он активно участвует в наших школьных мероприятиях. Приходит на беседы с ребятами. Приходит в качестве жюри к нам в школу. Ну и мы, соответственно, словом, конечно, к нему тоже приходим, навещаем его. Мы принесли ему продукты немного. Также мы принесли газеты, журналы, кроссворды. А он рассказал нам много интересных историй. С детства, с того, как он стал военным. Беседа с капитаном получилась теплой и захватывающе интересной. Хороший наглядный урок патриотизма и активной жизненной позиции. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика.